Итак, мы продолжаем наши выпуски и сегодня, в этом выпуске, мы поговорим о перебежчиках из казачества, как горцы. В прошлом выпуске мы с вами поговорили о солдатах, о людях практически подневольных, которые должны были выполнять приказы. В этом отношении казачество, конечно, также было в военном сословии, но их положение было значительно легче. Рядом с ними была их семья, была казачья община. Более того, казаки активно взаимодействовали с представителями местного населения. Они переняли не только атрибуты материальной культуры, одежду, оружие, но и также атрибуты духовной культуры и способы взаимодействия, такие, как куначество, различные формы. И, естественно, это отразилось на положении тех казаков, которые принимали решение перейти к адыгам, порвать с Российской империи и перейти на сторону адыга. Большое количество материалов по данной тематике содержится у революционных историков. Более того, в архивах Краснодарского края также есть много материалов по побегам казаков к адыгам. Есть различные точки зрения на эту проблему. В частности, Теофил Лапинский, которого мы уже неоднократно упоминали, писал о том, что казаки бежали в загубание по причине того, что они совершили какое-то преступление на российской территории. С другой стороны, профессор Юрий Юрьевич Клычников характеризует таких казаков, как безусловных преступников, справедливо осуждаемых обществом на суровое наказание. Дореволюционный кубанский историк Щербина также писал, что у казаков была определенная склонность к побегам, потому что это были люди вольные, и он писал, что беглецы всегда играли заметную роль в рядах старинного казачества, особенно в период его образования. Между черноморскими казаками было также немало беглецов. Еще помнили люди о том, как они убегали с территории России, спасаясь от крепостного права. Еще деды помнили о знаменитом принципе с дону, выдачи нет. И, естественно, казаки также осуществляли побеги, но теперь уже к закубанкам. И будучи в закубании, казаки осуществляли набеги на российские территории. Они пользовались превосходным знанием местности, превосходным знанием местного населения, его привычек. И они были, наверное, идеальными вожаками вот этих разбойничьих партий наездников адыгских, которые переходили на территорию Черноморья в целях наживы. Например, 12 апреля 1839 года казак Басов сговорился с сыном мирного черкеса, бежавшим за Кубань, по Ливанам Султановым и беглым казакам кавказского полка Барышникова, для того, чтобы пойти в набег в российские пределы. Они перебрались 13 января по льду через Кубань, ниже Ладожской станицы, разграбили хутора на Бейсушке, принадлежащие казакам станицы Ладожской, и возвращались с добычей назад. Но во время обратного пути казаки настигли эту партию, часть адыгов и беглых казаков погибла, часть попала в плен. А часть удалось убежать. В 1841 году были убиты при одном из грабежей сразу два таких перебежчика, урядник Брагунов и сын сотника Крамаров, а также много казак кавказского полка Сабельников, под предводительством которого был совершен набег, он ушел от погони обратно за Кубань. Одним из наиболее одиозных таких перебежчиков был урядник Колосов, о котором писал Аполлон Шпарковский, российский казачий офицер, который служил на Ладвинской линии. Он писал о нем. Беглый урядник Колосов, житель станицы Вознесенской, бывший у меня во взводе номер 14-го конной батареи, бежавший в горы, промотав порученные ему казенные деньги, немало пакостил, хотя и мелочно, на нашей линии пользуясь превосходным знанием местности. Автор приводит пример о том, как, пользуясь знаниями местности, привычками людей, урядник Колосов осуществил очень дерзкий налет на станицу Владимирскую, на территории Ладвинской линии. Ему удалось узнать, что во Владимирской станице ждали подкрепления две ставропольские сотни, которые направлялись в станицу. Также он понимал, что в лицо его никто там не знал. И тогда они переправились на российскую территорию вместе с партией горцев. И он явился к начальнику, гонскому начальнику станицы и объявил ему о том, что сотни явились. И, как пишет Шпаковский, начальник станицы повелел этому висельнику выдать чарку водки во знаменовании того, что сотни явились. Потом Колосов вернулся к этим мнимым казачьим сотням. На самом деле это были адыги. И они стройным шагом даже где-то нашли ночки казачьи, шли в направлении к станице. И потом вот эти люди, которые выдавали себя за казаков, когда они увидели стадо коров, женщин, детей, которые работали в поле, либо стирали белье, они рассыпались и начали грабить, начали пытаться охватать людей, дарить скот. Но казаки быстро среагировали и в итоге этот дерзкий налет удалось на станицу отбить. В ноябре 1862 года уже у станицы Попутной курядник Колосов также возглавлял партию горцев. И он был виновен в том, что он убил казака. В общем, братья Тимофей Котов и Герасим, и их дядя Степан, они отправились на правую сторону Урупа за сеном. Но дело было 16 ноября 1861 года, и погода стояла туманная, и в целом был дождь. И из-за этого казаки не увидели приближающуюся партию немирных горцев во главе с этим беглым урядником Колосовым. И они захватили этих казаков. Дядю Степана они изрубили, потому что он уже был стар. Брат, один, они двух братьев захватили, одного брата оставили в плену, а другого отправили в станицу за выкупом. И потребовали 250 рублей серебром, которые затем заплатили для того, чтобы выручить брата. Этот материал опубликовал Юрий Юрьевич Клычников. Собственно, я им и воспользовался. Но бесславный конец Колосова описал также Аполлон Шпаковский в своих воспоминаниях. Недолго после того беглец разбойничал. Его поймали в низовых станицах и повесили своим судом. Самосудом. То есть дело даже не дошло до суда государственного, потому что у казаков были основания опасаться того, что его, например, осудят и отправят в какую-нибудь Финляндию или в Сибирь. То есть в отдаленный какой-то регион. И он не понесет того заслуженного наказания, которое они считали справедливым. Он ведь столько зла, столько беда принял. И они его решили своим судом вычевать. Также очень интересна судьба беглого казака Семена Атарщикова. Он родился в 1807 году в станице Наукской, это современная Чеченская республика. И воспитывался в Кумыкском ауле. Обряд, опять, обычаи от аучества. И когда он вернулся в 16 лет в Моздокском полку, он стал переводчиком. Узнал несколько языков. Татарский, чеченский и кумыкский. Позже Семен Атарщиков получил такую недобую славу, потому что он вместе со своими друзьями совершал набеги на левом фланге. Часто в документах это называлось «шалостью». Такие шалости очень дорого обходились другим людям. После того, как полковник ЗАС был переведен с левого фланга Кавказской линии из Чечни и Дагестана на правый фланг, на территорию Кубани с ним, сюда приехали и два брата-близнеца Атарщикова. Это Георгий Атарщиков и Семен Атарщиков. Если Георгий Атарщиков был верным сподвижником, помощником генерала ЗАСа, он принимал участие в основании армянского аула в 1839 году, он является одним из сооснователей города Армавира, то его брат Семен Атарщиков был другой. Он продолжал совершать свои набеги, у него был такой буйный нрав. И в октябре 1841 года командир Хаперского полка донес уже генералу ЗАСу о том, что Семен Атарщиков вместе с беглыми казаками, вместе с другими людьми убежал горцам. И они осуществили набег на российскую территорию, при этом были жертвы, было награблено имущество, скот. После этого Семен Атарщиков с другим казаком Финевым, они некоторое время пробыли у горцев, что-то им не понравилось, и они перешли обратно на российскую сторону. То есть мы смотрим, как видим, и как российские власти относились к этим казакам. Достаточно лояльно. И уже Семена Атарщикова готовили к переводу в Финляндию и оставили его дома для того, чтобы он как-то уладил свои домашние дела. И в это время Семен Атарщиков совершил второй побег, уже окончательный горцам. Рецидив. Да, рецидив у него случился. И в горах Семен Атарщиков принял ислам. Он получил имя Хаджирет Магомета и женился на дворянке, на дочери дворянина местного Унарукова и поселился в ауле на реке Курджипс. И в Москве, в архиве, я нашел послание, которое в 1843 году Атарщиков вместе с партией горцев они подошли к житомирскому посту и подбросили письмо для того, чтобы склонить солдат к переходу за Кубань, чтобы они к нему ушли. Ну, первоначально я думал, что я его нашел, как хорошо, но потом все-таки читал, с литературой знакомился, и в целом другие историки также видели это письмо, но оно очень интересно, и я его озвучил. Он писал, что я сотни катарщиков, ныне призван абадзехами за первостепенного их уздения, и они следуют моему совету. Приглашаю, братцы служивые, кому угодно, ко мне идите. Я для всех отстоял право вольности. За лобу, кто придет и назовется моим гостем, никто не смеет удержать. Меня вот как искать. Скажи, я гость хаджарет Магомеда, русского офицера. И сам как хаджарет, дескать, иду к нему на курджип с речью. Никто не смеет задержать, ибо кто задержит моего гостя, подвергнется штрафу в 15 коров. Приглашаю плотников, кузнецов, солдат с ружьями и порохом, барабанщиков, кто с барабаном, музыканта. Господин будет признан, как и я. Кто деньги принесет, это его собственность. Никто не сумеет отнять. Кто хочет, может ехать в Турцию, а потом куда угодно за границу. Словом всех приму, поляк ли, немец ли, русский ли, со своим казенным, барскими деньгами, не опасайся, деньги спрячь, прежде перейдя лобу. Это потому я говорю, чтобы по дороге кто воровский не ограбил. Жены здесь хорошенькие. Прошу передавать это известие друг другу. Прощайте. Хаджирет Магомед. Ожидаю вас. Не мешает на новоселье, как что принесть. Это я вам в походе пишу. То есть, вот такой вот интересный документ. Потом, как он приглашал... Пропагандировал русских солдат, переходить на его сторону. Кстати, российское командование со всей серьезностью относилось к подобным письмам. Неизвестно, попала, дошла ли информация до самих солдат, но командование вот этой черноморской кордонной линии приказало держать в тайне всю эту информацию и скрывать от нужных чиновников. Спустя несколько лет, в 1855 году, среди казаков появился другой известный перебежчик, казак Китаренко. Он также водил черкесские партии на правый берег Кубани. Более того, он подговорил казака Хариторна Яриша для того, чтобы он украл у своего хозяина, у которого он пас, лошадей, чтобы он у него этих коней украл и вместе они бежали за Кубань. И там они долгое время, некоторое время жили, но затем Харитон Яриш как-то, или Ярош, захотел обратно. И когда он был в поле, они пасли стадо коров или лошадей вместе с черкесом Смаилом. Он этого черкеса убил, этот Ярош, и перешел обратно за Кубань, обратно к российским властям. Его приговорили к 300 ударам спицрутенами и отправили его потом в Сибирь. За это дело. Но, с другой стороны, отношение российских властей к казакам было значительно мягче к беглым казакам, чем к солдатам. Об этом мы еще поговорим. В ноябре 1859 года Китаренко поймали российские лазутчики, то есть адыги, которые были на российской службе, и привели его обратно под российскую власть. Его посадили в тюрьму. И затем Федор Андреевич Щербина, когда он был маленьким, он описывал такой эпизод, что в 1861 году собралось в Екатеринодаре большое количество народа собралось на казнь вот этого казака Титаренко. Его хотели повесить. В 1861 году. Там не прошла казнь? Неизвестно. Но ситуация была следующая. Народ собрался, а казни не было. В итоге выяснилось, что перед казнью на рассвете Титаренко повесился на полотенце. Да, на полотенце. И потом он еще написал на листочке бумаги посмертную записку о том, что лучше отдать душу чертям, чем панам. Вот такой вот был человек, может быть, для кого-то герой, для кого-то преступник. Для революционеров-марксистов. Да. Ну, для меня он скорее преступник, потому что незаконно, нехорошо совершать набеги. Так же Теофил Лапинский, поляк, о котором мы неоднократно упоминали, он писал также о казаке, переписчике, Георгии, который принял у адыга имя Махмуд. Он женился на дочери зажиточного общинника. У него по адыгским меркам было хорошее богатство, у него было богато украшенное оружие, хорошая лошадь. Даже три верховых лошади. А также у него были верные друзья, которые были готовы за него отомстить. Вместе с этими друзьями он совершал набеги на российские мастры. Морец Вагнер, немецкий путешественник, который побывал в Черноморье в 1843 году, он писал по этому поводу. Для этих южных всадников все еще открыть путь в бегство. До тех пор, пока он не будет перерезан другими вассалами России. А черноморцы, если потребуется, всегда могут сесть в лодку, довериться течениям Черного моря и уплыть в Анатолию. Жители станиц на Тереке и Кубани, почувствовав себя чересчур угнетенными, могут перебежать через реку на Ногайскую или Кабардинскую сторону и, свыкнувшись с трудностями, искать убежище даже в горах среди их смертельных врагов черкеса. Хотя в первой половине XIX века казачество и стало опорой самодержавия в регионе, тем не менее некоторые казаки совершали те или иные преступления и для того, чтобы спастись от справедливого наказания, они бежали непокорным горцам. Более того, у казаков были, у некоторых казаков были тесные межличностные отношения с другими адыгами и они наблюдали за их жизнью и их чем-то даже прельщала эта жизнь у вольных адыгов так, как они понимали волю. Ведь вольница казачья, она во многом эти представления были схожи с вольницей, которая была у адыгов вместо того, что российское государство все регламентировало, все ужесточало, законы постоянные, которые ограничивали казаков. И они наверное шли за той древней казачьей вольницей, которая была у их дедов в Закубане. Ну и естественно некоторые из них жалели об этом и потом возвращались. вольницей. 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 Вольницей.